хэй-хэй привет друзья давно не виделись сегодня мы будем аранжировать наш трек который уже почти закончен и давайте раскопируем партии хай хэта я прямо раскидаю их на всю длину нашего потенциального трека дублируем это все и потом будем вырезать тех местах где эта партия не нужно я сейчас увеличу сетку для того чтобы мне было удобно выделять такие вот мелкие нарезки да то есть видите я крупными мазками так скажем делаю выделение и у меня при этом все по сетке происходит отлично вот теперь мне нужно вырезать вот этот фрагментик в принципе тоже видите я могу делать выделение и мне кажется что вроде как вот здесь вот если я делаю выделение то все подпадает под него но иногда я могу ошибиться сейчас попал иногда могу не попасть и для этого я увеличиваю шаг сетки вот как сейчас то есть смотрю чтобы меня сетка соответствовала четко той ячейки которую я хочу выделить сейчас я хочу выделить вот эту ячейку и у меня один шаг сетки соответствует этой ячейки соответственно так я не ошибусь примите это к сведению и используйте так с нейр тоже раздублируем прям до конца увеличиваем шаг сетки отрезаем лишнее крэша давайте расставим вот примерно на таком расстоянии то есть каждый квадрат что такое квадрат я расскажу вам позже окей дальше секвенция тоже ее дублируем вот этот white оранжевый а у нас это делает давайте сделаем так что у нас в каких-то частях трека играет одна секвенция в каких-то другая в каких-то они вместе играют я нажимаю ноль и таким образом я могу выключать партию я ее сейчас не удалил то есть вот допустим смотрите если я выбираю нажал нолик включаю выключаю это подходит для случаев когда я не уверен хочу я удалить или не хочу хочу просто чтобы не слышно было сейчас этой партии но не хочу ее удалять из стрека и нолик здесь подходит как нельзя кстати так вставлю еще вот сюда вот я сейчас наугад абсолютно это делаю позже мы разберемся где это уместно где неуместно просто чтобы накидать по-быстрому какой-то набросок трека чтобы двигаться вперед я это использую и применяю но так вот мы что-то раскидали теперь вот у нас кстати есть я мы уже вижу в этих местах можно допустим где-то убрать это в каких-то местах пусть и играют сейчас мы с вами добавим еще несколько партий на синтезаторах вот у нас здесь загружен какой-то vital но при этом нет миди клипа давайте послушаем я нажимаю кнопку arm посмотрим что у нас на этой дорожке здесь странно этот звук который мы писали нотами давайте от него избавимся выберем что-нибудь другое сейчас найдем какую-нибудь секвенцию вот это допустим пропишем ее ставлю медиклип так вспоминаем нашу тональность по напишем ноту фа это слишком высоко спустимся пониже вот в первую октаву и слышно что вот этот звук у нас более песклявый высокий а вот этот вот 10 дуку более низкий и они между собой могут хорошо сочетаться теперь смотрите мы можем прописать плавание звука из справа в левый наушник или колонку не знаю на чем вы слушаете давайте попробуем это сделать вот этот параметр с буквой c он отвечает за движение звука из правого в левый канал я нажимаю по нему выбираю show automation и теперь могу здесь нарисовать автоматизацию которая будет двигать звук справа налево давайте послушаем как это звучит вот видите огибающая смещается на 50 сейчас 48 но она дойдет до 50 50 процентов вправо r это right право и далее она будет перемещаться на 50 процентов влево и это отражается на звуке давайте послушаем звук уплывает в другую сторону давайте нажмем control 4 отключим сетку нажмем b включен таким образом наш карандаш и вот так вот пропишем такое плавание справа в левый канал чтобы партия звучала не так шаблонно не так плоско класс давайте теперь пройдем в папку с сэмплами и добавим каких-нибудь эффектиков вот здесь есть fx и ими можно классно разбавлять то что у нас уже есть это давайте добавим самое начало включим обратно сетку чтобы попасть немножко мимо сетки потому что здесь видите звук начинается не с самого начала аудиоклипом я его сейчас подрежу перемещу чтобы он попадал у нас начало сетки либо мы можем этого не делать но тогда зажимая alt мы можем попадать мимо сетки этим сэмплом расставим этот звук чтобы он периодически у нас встречался где-нибудь так слушаем дальше эффекты ой какой классный вот этот тоже пусть будет как только я вставляю какой-то сэмпл здесь даже по волноформе видно что вот этот существенно громче этого и у нас здесь вот есть фейдер громкости видите когда его вращаю вверх-вниз это отражается даже на форме волны звук становится тише чего нам и нужно наобум сейчас раскидываю этот эффект так возьмем что-то более протяжное вот такие звуки очень хорошо будут работать на переходах между партиями видите у нас здесь заканчивается одна партия начинается другая и вот на этом переходе вставляем понимаете да здесь у нас конец квадрата такая ямка напоминаю что мы ориентируемся на референс вот этот трек референс и возникает классный эффект перехода убавим только этот звук еще в несколько мест его перенесем обратите внимание что здесь есть сдвиг мимо сетки и когда я с зажатым контролом этот сэмпл тяну в другое место то он тоже привязывается вот видите здесь есть место где можем поставить его с таким же сдвигом как вот здесь и это очень удобно классно что вы будто не это есть иначе нам каждый раз приходилось бы прицеливаться вот здесь тоже видите раз есть сдвиг мимо сетки точно такой же как здесь это очень круто часто выручает так еще один переход это где-нибудь тоже на переходе можно сделать круто вот я искал такой звук это называется апплифтер он увеличивает нагнетает энергетику перед следующей частью трека давайте послушаем как это звучит вот я вижу что здесь начинается новая партия и ставлю сюда апплифтер звучит не очень по некоторым причинам мы позже с вами рассмотрим что такое варпинг здесь немножко так как есть в этом сэмпле оригинальная ритмика слышите он раскачивается с определенной ритмикой она немножко сюда не встраивается вот этот на начало так то можно поставить какого-нибудь допустим пытаюсь найти какой-нибудь нормальный апплифтер допустим этот возьмем когда используете апплифтеры выключайте на них вот эту кнопку варп как я сказал позже пройдем что это такое вот мы получаем уже такие бодрые переходики трек звучит совершенно в других красках даже когда у нас мало партий понятное дело что вы можете больше партий накидать но даже сейчас когда мало партий и грамотно простроены вот эти все переходы то это будет работа совершенно другого уровня учтите и чтобы такие вот штуки резко не обрывались после них мы можем какой-нибудь вот такой сплэш всплеск поставить давайте это сделаем пользуйтесь этим я сейчас не буду наполнять это все слишком сильно дабы сэкономить время нашего обучения и что еще что еще смотрите покажу как делать переходы с помощью кика всякие хитрые у нас есть такая вещь как resampling что это такое нам нужно правой кнопкой нажать вот здесь вот на той дорожке с которой мы хотим работать а мы напоминаю хотим работать с дорожкой кика вот он я его засолировал послушаем правой кнопкой и вставляю аудиотрек почему правой кнопкой на дорожке кика это делаю потому что мне нужно чтобы аудио дорожка вставилась под ним под дорожка кика и здесь у нас есть вот такая вот секция эта секция входов и выходов которую мы пройдем на следующем уроке если вы ее не видите то и и можно включить вот здесь вот во вкладке view arrangement track controls вот здесь она включается in out в одиннадцатом я болтане вот в этой части экрана желтый кругляшок в двенадцатой версии их почему-то переместили верхнее меню это на мой взгляд не так удобно но что есть то есть и так в input мы выбираем вот здесь вот resampling вот он и нажимаем на дорожке resampling кнопку арм кнопку записи и теперь все что звучит у нас данный конкретный момент времени будет записано на вот эту дорожку где у нас выбрана resampling и активирована кнопка записи допустим если у нас звучит сейчас хай-хэт и мы нажимаем запись мы видим что у нас в аудио формате записывается вот этот засолированный хай-хэт если у нас будет хай-хэт и бас я с зажатым control нажимаю кнопку соло на другом треке и таким образом у нас теперь соло будет на кике и на хай-хете две дорожки в соло если я при этом без зажатого control нажму соло на третьей дорожке то мы видим что с хай-хета и с кика соло сбросилось по такой логике это работает я верну соло на кик и на хэт и нажму теперь запись вот здесь вот у нас теперь сюда прописались кик и хай-хет я думаю логика понятно да смотрите нам нужно записать получается кик ставлю соло на дорожке кика нажимаю запись вот я записал в аудио несколько ударов нашего кика давайте переставим это сюда и сделаем вот такую вот нарезку я зажимаю control е вырезаю фрагмент кика дублирую его давайте послушаем как это звучит теперь нарежу это еще чаще и беру отсюда фрагмент зажатым control тяну сюда и нажимаю duplicate control д и можно даже еще вот этот фрагмент взять тоже его сдублировать можно делать всякие такие сбивки давайте послушаем насколько уместно это звучит прикольно только последний фрагмент мне не нравится и его заменю так давайте в другом моменте тоже сделаем сбивку вот допустим здесь расставим это все сдублируем и как-нибудь дико нарежем вот так вот мы можем теперь это все объединить и выбрать функцию consolidate вот она у нас здесь control j горячей клавиши напоминаю теперь это все станет единым сэмплом и мы можем здесь применить такую функцию как фейтс фейды по-русски фейды у нас сейчас не видны так как работает режим автоматизации мы видим в аранжировке потенциальные красные линии это наши автоматизации нам нужно либо нажать горячую клавишу а проследив за тем чтобы вот это вот пианинка не горела тогда у нас горячая клавиша а будет работать либо нажать вот сюда включая и выключая режим автоматизации и вот смотрите когда режим автоматизации у нас выключен вот здесь вот когда я завожу курсор на аудио информацию в аудиоклипе нас появляются по краям такие четыре странные квадратика это как раз есть фейды если я потяну за один из них мы видим что волна форма нам показывает то что громкость в начале аудиоклипа будет убавлено и потом постепенно начнет прибавляться и вот здесь вот крутизну этого среза мы можем регулировать так потянув за любой квадратик мы можем настраивать эти фейды за нижние вот видим что когда у нас sample обрезан мы можем еще дополнительно резать в основном за верхней конечно приходится тянуть и вот что я хочу сделать чтобы этот переход у нас стал более плавным вот так можно еще обрезать вот здесь смотрите в resampling мы можем заводить даже куски трека давайте сейчас запишем сюда кик бас и хай-хат которые у нас играют уберем соло чтобы все играло вот класс отрежем лишнее поставим вот сюда и смотрите что можно сделать можно нажать горячую клавишу r и это будет активирована функция реверс вот здесь вот мы можем также и найти и когда мы нажимаем у нас как видно по волноформе аудио информация разворачивается задом наперед так оставлю вот здесь вот остальное наверное что-то отсюда повырезаю и сделаю что-нибудь такое лютое эти эффекты называются гличи вот такие интересные сбивки мы можем делать представьте допустим можно сюда накинуть еще автофильтр и прописать автоматизацию на этой сбивке правой кнопкой на frequency ставим несколько точек делаем так чтобы фильтр начал двигаться пропишем еще автоматизацию на резонансе класс и раз уж мы коснулись с вами принципе трек готов у нас есть 7 минут поверьте если вы добавите эффектов накинете еще несколько партий у вас уже будет довольно интересная зарисовка и дальше можете углубляться уже различные автоматизации это все как-то разнообразить и у вас будет вполне уже слушабельная работа да конечно есть сведения есть мастеринг все это мы будем проходить на основном курсе после того как вы изучите основной курс psy транс мастер запись на которой откроется после прохождения последнего урока вы сможете еще более глубоко настраивать всю эту работу и довести ваши работы до супер профессионального звучания но уже сейчас вы можете повторяя все это получить очень интересные результаты поэтому давайте пройдем сейчас последнюю тему это канал под названием main смотрите что происходит если у нас громкость будет слишком большая давайте здесь прибавлю на меня нет не получилось моделировать ситуацию ладно я возьму такую штуку утилити и закину ее на main это просто вот здесь есть ручка gain это будет дополнительная громкость смотрите я и сейчас буду прибавлять и мы видим что когда она прибавлена канал мы загорается красным вот этого допускать не нужно это называется клиппинг и вы если сильно громкость выкрутите у вас будет слышен явный перегруз какой-то треск неприятное звучание и у вас может сложиться так что просто вот вы свели ваши дорожки и без вот этой утилити которую я сейчас закинул вас просто уже приходит слишком громкий звук на канал main я его также могу называть мастером потому что раньше это называлось мастер-канал сейчас его вы был то не 12 переименовали и он почему-то называется main так вот main и мастер это одно и то же так смотрите если у вас вот такой получился перегруз вы можете взять и все ваши дорожки клика в первую и в последнюю потянуть вот так вот громкость видите я тяну за одну а убавляются они сразу все я сейчас регулирую громкость всех дорожек и вы берете вот так вот видно сейчас мастер он красный берете опускаете до тех пор пока он не станет зеленым я пустил громкость дорожек и вижу что перегруза на мастере больше нет что вот у нас не уходит в красное это называется кстати да уйти в красное уйти в клипинг как термин можете запомнить и еще у нас есть такая штука называется лимитер можем пройти сюда написать в поиске лимитер он у нас есть в аудио эффектах и закинуть его на канал main тогда даже если у нас громкость будет высокой вот смотрите происходит клиппинг вот у нас горит красное за включу лимитер лимитер обрезает звук который выходит за 0 децибел что это такое сейчас не будем углубляться тоже просто запомните что когда звук превышает 0 децибел происходит вот этот клипинг лимитер не дает звуку клиповать потому что вот все что превышает минус 0 30 децибел он начинает это подавлять гасить это видно вот здесь вот видите он относительно нуля чуть-чуть начинает понижать громкость переходящую порог в ноль постоянно показывает как он это делает если я гейн сейчас прибавлю я добавил еще громкости которые в лимитер заходит он показывает что начинает адски вообще обрубать звук вот это неправильная ситуация такого быть не должно но если у вас идет небольшая обрезка вот такая вот совсем чуть-чуть это нормальная ситуация большего вам не нужно выкручивать поэтому пользуйтесь этим друзья я надеюсь что у каждого из вас получился крутейший первый трек во время прохождения этого курса и спешу вас обрадовать эту работу вы можете прислать мне для того чтобы получить обратную связь по вашей работе я расскажу вам что у вас получилось хорошо что получилось не очень в какую сторону можно двигаться к чему стоит присмотреться для того чтобы прийти к еще более классному результату для того чтобы поделиться вашей работой просто пришлите ее мне в telegram с нетерпением жду ваше творчество и я приглашаю вас записаться на основной курс psy trans master с этими знаниями которые вы получили на данном бесплатном интенсиве вы можете зайти на него и с легкостью повторить уже профессиональные техники на курсе будет просто море синтеза вы научитесь самостоятельно накручивать вот эти классные звуки которые мы в виде пресетов с вами используем тут вы уже своими руками прямо увидите и сделаете то есть чего вообще они происходят в общем psy trans master это очень мощный двухмесячный интенсив который сделает из вас больших профессионалов при условии если вы будете практиковать это все за два месяца вы напишите свой большой профессиональный трек научитесь синтезу звука а это ребят поверьте очень серьезный скилл те кто освоил синтез они уже в музыке как боги практически никогда освоил синтез у меня очень много времени начала экономиться на том чтобы что-то где-то выискивать в интернете я просто теперь любой звук могу взять и сделать самостоятельно и на курсе psy trans master мы будем с вами этому учиться давайте с вами чуть подробнее поговорим о том как происходит обучение на курсе psy trans master смотрите курс длится всего два месяца он поделен на 4 блока каждый блок идет две недели в течение этих двух недель вы получаете три с половиной часа пред записанного видео контента по тематике создания psy trans музыки и повторяете увиденное я буду давать очень много техник и ваша задача смотреть это впитывать и повторять в своем секвенсоре тоже самое таким образом вы будете очень быстро расти когда проходят две недели мы собираемся с вами на групповой созвон с остальными студентами где будем слушать работы всех участников я буду давать обратную связь будем общаться я буду отвечать на ваши вопросы в общем это такая тусовка по итогам двух недель и этот цикл повторяется четыре раза если вы проходите курс в частной практике то у нас будут с вами личные созвоны либо я буду записывать вам видео в зависимости от тарифа курса где я буду разбирать ваши ошибки указывать на ваши недочеты буду объяснять как это скорректировать буду указывать вам на ваши сильные стороны потому что что-то у вас может получаться очень хорошо в других местах можете как-то не доделывать недорабатывать все это мы будем выявлять и проговаривать таким образом ваше обучение будет в четыре раза быстрее чем просмотр обычный видео курсы в интернете потому что только под руководством грамотного наставника вы можете расти кратно вот у кого из вас бывало такое что вы садитесь набираете в интернете туториал по созданию музыки начинаете повторять то что там автор вам показывает тут раз вы что-то нажали и уже просто потерялись не понимаете что у вас происходит и пишите ему в комментах а он вам не отвечает вот у нас вообще не про это у нас наоборот комьюнити которая всегда готова помочь или там он что-то показал но смонтировано так что непонятно чего у него произошло и вы просто напарываетесь на это и не можете продолжить обучение это все прошлый век такие курсы у нас именно будет поддержка обратная связь и если вам что-то непонятного тут же пишите и получаете ответ поэтому не бойтесь что у вас что-то не получится даже если какие-то вещи будут казаться вам сложными в нашем комьюнити вы всегда сможете это преодолеть по итогу курса вы получаете четыре сессии обратной связи плюс у нас есть закрытый чат куда мы конечно же вас добавим там находятся кураторы которые проходили предыдущие потоки курса ребята на опыте сами прошли тот же путь который будете проходить вы и всегда готовы помочь и подсказать также в чате буду я если какие-то сложные вопросы буду отвечать на них в общем без помощи и поддержки вы точно не останетесь также вы получите возможность создавать общие работы с другими участниками интенсива как-то обмениваться опытом взаимодействовать и поверьте друзья это очень ценно ребята которые прошли курс они до сих пор у нас общаются в нашем чате и продолжают расти вместе поэтому если ты хочешь попасть в классное комьюнити единомышленников заряженных готовых помочь и много знающих то добро пожаловать на курс все транс мастер поверьте информацию которую вы получите вам хватит просто на годы вперед если вы будете это практиковать вы бы непременно придете к результату потому что все что можно рассказать о жанре я в этом курсе рассказываю и показываю в течение первого блока если вы понимаете что что-то идет не так вы не успеваете вам не нравится как я преподаю любые причины могут быть вы можете обратиться ко мне и я верну вам деньги это не проблема моя задача чтобы вы получали результат если вы чувствуете что вы результат здесь не можете получить то мы с вами полюбовно расходимся никаких проблем а ребята которые дошли до результата получит возможность получить от меня сведения и мастерик своей работы чтобы довести ее вообще до идеала и если вы допустим играете как диджей то смело сможете вставлять его в ваши сеты и продавать свои выступления уже за более дорогой чек потому что человек который пишет свою музыку он уже воспринимается совершенно иначе организаторами фестивалей и это сокращает ваш путь попаданию на большие площадки на большие фестивали имейте это ввиду также рекомендую вам посмотреть отзывы тех кто уже проходил этот курс у нас очень много довольных ребят которые счастливы и благодарны судьбе и мне и тому что мы делаем в рамках нашей школы многие из них уже выпускают свои треки релизит их на лейблах и мне самому это очень приятно что я имею к этому причастие и что у нас есть такое комьюнити близких по духу людей все ребят если что-то не сообщил то всегда можете задать свои дополнительные вопросы в наш телеграм там отвечают либо помощники либо я пишите задавайте любые ваши вопросы отвечаем быстро помогаем даже если ваш вопрос кажется каким-то глупым неуместным вот в первую очередь вы кто так думает просто напишите пообщаемся все выясним и даже по вопросам не касающимся этого курса а если просто вы хотите задать мне какой-то вопрос всегда можете туда написать и непременно получите ответ все до встречи на курсе желаю вам крутых треков успеха на сцене и реализации любых ваших творческих планов до встречи на курсе жду вас и так последнее что нужно сделать это перейти по ссылке в описании и написать в чат хочу на тренинг сайтранс мастер увидимся